Итак, всем привет, с вами Допгай, продолжаем играть в Виктория 3 за Иберию. Мы тут неплохо повоевали, стали очень-очень сильными, и, пожалуй, нам стоит подзакончить нашу реколонизацию, я думаю, в этой серии. Наконец-таки мы попробуем Бразилию, я думаю, подзахватить. Единственное, сейчас проверим, чтобы мы до техов нужных дошли. Ну да, вот этот тех я, наверное, возьму, перевооружусь, чуть-чуть подожду, и после этого мы уже можем нападать на Бразилию. Здесь мы уже техи сменили, у нас, кстати говоря, появилась моторизованная разведка, а это значит, что у нас появились машинки, верно? Ну-ка, это... это двигатель, да, у нас появились машинки. У нас, кстати говоря, появился спрос на картины, очень хороший, надо бы его удовлетворить. Обязательно, это очень выгодно. Типа вот так, давайте. И давайте займемся теперь машинками. Ура, машинки в костеле. Допустим, мы построим новый завод по производству чисто машинок. Поехали. Автомобили. Исто я не могу, наверное, поставить конверное производство, потому что нефти все-таки у нас еще не так много. Хотя почему? 155, сколько у нас еще нефти доступно? А мы можем? Мы можем потихоньку переходить на нефть, я думаю, где-нибудь. Давайте ее построим везде. По возможности. И теперь будем что-нибудь тоже на нефть переводить. У нас доступно, я знаю, дерево. А, нет, подождите. Да, дерево, все правильно. Но это не самое выгодное, как мне кажется. Нефть, кстати говоря, можно производить больше, это будет полезно. Что насчет вот этого теха? А, всего 600 ГСМ, так вообще ноль проблем, на мой взгляд. Отлично. Поехали, в любом случае. А перед этим мы попробуем все-таки завоевать Массину. Нам это очень пригодится. И молимся, чтобы никто не вступился. У нас, кстати говоря, там еще отделение каких-то пипек идет. Будем надеяться... Где это? Где эти пипеки? Так, это Массина. Вот, это пипега. Ага, я понял, у нее ноль войск. Ну, это мы подавим быстро. Главное, чтобы сюда не зашли мажоры какие-нибудь. Это будет как обычно. Просто почему? Мне вот пришла, писали, захвати то, захвати то. Почему ты не захватил это? Ребята, за любую войну, какое бы говно я не захватывал, вступается, ну, 2-3 европейские державы. И война превращается в очень долгую, очень невыгодную. И очень, как бы, для нашего ВВП больную. Более того, ни одна война из тех, что мы провели здесь, в принципе, не была выгодна. Мы могли спокойно сидеть себе в Иберии, и при этом все было бы у нас окей. Так, у нас, кстати говоря, можно, да, я думаю, завоевать сразу все. Но войны все здесь мы ведем только ради мемов, я бы сказал. Все ресурсы, которые нам нужны, у нас уже есть. И случилось некоторое чудо, никто не заступился за Массину. Неужели? Неужели это произошло, и меня не будут пиздить в десятером за одну провку? Видимо, да. А, и они сдались просто в один последний момент самый. Ну окей. В принципе, нам-то что. Казар мы сразу сносим. И у нас здесь появляется Мещит Дженна, которая дает еще, в теории, двадцать, да, два процента. У нас получилось здесь двадцать два. Здесь у нас пятьдесят, то есть семьдесят два. Это значит, что буквально четырнадцати уровня жизни будет хватать для того, чтобы получить стопроцентную грамотность. Супер. И мы строим новые картины. И спрос у них только растет. Это кайф. Да, видимо, потому что у них очень-очень высокий уровень жизни. Ну, есть население такое. Я, в принципе, рад, потому что они очень хорошо окупаются. Но требует, конечно, очень высокого уровня жизни, чтобы, в принципе, вообще получать спрос. Но ничего. Сыгра можно здесь попереставлять. Все мы переставляем. Ну, давайте просто продолжать расширять тогда наше искусство. Прям безумный скачок. Уже сто двадцать одну картину хочет наше население. И мы их дадим им. Причем бы нет. Это очень выгодно. Видите, какая цена безумная просто. Двести семьдесят. Это буквально, по-моему, самый дорогой товар, что у нас вообще есть. Кстати, по неизвестной для меня причине, Франция просто стагнирует на одном и том же месте. ОВО, по-видите, у него все еще 590. Ну, он чуть-чуть повышается, чуть-чуть уменьшается. Но он вообще не растет. После этой войны они все никак не могут восстановиться. Я не знаю, почему. Возможно, они просто в каком-то диком кредите сидят. Это возможно. Но вообще объективных причин я не вижу. Почему это так должно быть долго. Я посмотрю, может, других парней. Слушайте, они тоже... Ну, хотя вот Астрия растет. Россия тоже растет. Не, это у Франции какие-то приколы. Так сказать, Франция теряет вообще все свои позиции потихоньку. Они все еще, конечно, на третьем месте, но немедленно растут по сравнению с другими странами. Хотя вот, начало вроде бы оживать. А давайте еще попробуем все-таки парламентскую республику принять. Почему бы, собственно говоря, и нет. А у нас тут очередное восстание. Теперь на Филиппинах. Но это не так интересно, как то, что Южная Африка делилась от Британии. Еще что-то делилось. Но это... Да, можно тоже захватить. Ведь там золото. И, возможно, будет еще больше, если мы его найдем. Так что, как только у нас закончится вот этот конфликт, который делает мне начать войну, я пойду вот сюда за новыми территориями в Южной Африке. Еще как мне нравится то, что разработчики все-таки задумались о том, что портов мало, конвоев не хватает. И они сделали тихие намного-намного сильнее для конвоев. Теперь я могу прям 20 портов застроить в каждой провинции. И это реально приятно. Сказали, Италия поддержала восстание. Да-да, конечно же. Конечно, вы кого-то поддержите. Пупу и лупу на другом конце земли. Конечно, вам хочется это поддержать. Ну, как иначе? И тут доехали уже итальянские войска сюда вот. И уехали сразу же. Молодцы. Как классно работает здесь армия. Но мы уже у нас еще копировали вот эту чушь. Так что мы теперь сможем замериться просто на Белый мир. Ну, и вот и все. А теперь поехали уже в Южную Африку. И тут уже реально, какая-то Британия, Андаш. Смотрите, Россия, ЦИН, КША. Хотят заступиться за них. Сейчас посмотрим, кто заступится, а кто нет. В принципе, торгуем очень с многими. Поэтому так или иначе мы какие-то торговые пути скорее всего оборвем. Ну, допустим, ценим у нас все еще эмбарго. И это все еще не справляется нормально. Так что, ну, не будем торговать. Ну, что поделать. Не умрем. И та Россия поддержала Южную Африку. Забавно. Давайте-ка добавим теперь тогда Капскую колонию сюда еще. У нас еще я видел возвращение области. Здесь российский Габон. Ну, можно вернуть, так вернем. Почему бы нет? Вот российский Габон. И вот он, российский. Окей, это обе провинции. Точнее, обе части провинции. Здесь бы еще тоже Ану. Вот это можно навак валент. Чтобы в России здесь не было лишних колоний. Ну, вот так. И вот это все тоже в идеале отрезать в России. Пускай вот эти вот две будут окруженные колонии. О, смотрите, за добавленный ивент. Я меняю себе вот этот закон как раз на парламентскую республику. Ну-ка, и смотрите-ка. И у нас интересный ивент. Об этом все газеты 60%. Здесь 40% на 40, либо 60 на 10 всего лишь. Здесь просто плюс 20. Ну, давайте все газеты. Почему бы нет? А картины выросли аж до трех сотен в спросе. Это опять-таки безумно много. Я редко вижу такие числа. Ну, давайте еще построим им картин. Хотят? Пускай получают. А еще я на всех случаях сделаю здесь призыв. Подключу. Экономика у нас вроде это выдержит. В общем-то, почему бы и нет. Почему бы и нет. Просто мне, видите, нужно сюда больше солдат. Но просто закидывать сюда весь фронт как-то, ну, впадлу. Хотя, ну, вот, наверное, стоит. Наверное, стоит. Ну, таким образом... А, это здесь парень, да? 264. Таким образом, потом мы сможем этих... Ну, они будут постепенно сюда приходить, новые солдаты. И заполнять фронт. И потом они сюда перейдут, вот отсюда. Ну, и на время войны мы все-таки поставим все давать аналоги. Ну, низкие все еще, небольшие. И потребительские. Ну, так вот казуально. А, нет, войны не было. Южная Африка отступилась. Ну, и все. А разговоров-то было, как говорится... На серии, конечно, перемирия. Я бы предпочел сейчас какие-то воевать и получить территорию. Но что поделать. Получили мы теперь за то новое золото нам. И можем построить еще там золото. Там не все было построено, забавно. В Бразилии у нас, я помню... Да, нам не хватит дурной славы на Бразилию. Так что... Что у нас там остается? Дальше захватывать Южную Америку, пожалуй. Точнее, центральную. Ну, да. Мексика сразу же бросает Гондурас. И сюда может зайти только Цынь. Но мне кажется, что они сдадутся просто. И, судя по всему, нет. Судя по всему, не поддерживают уже. Ну, я ожидаю, что они просто сдадутся. Давайте еще, на всякий случай, тут армию поднимем. Все-таки. Вдруг они не сдадутся. Пускай она сразу там будет. Ну, я ожидаю все-таки, что нажмут они кнопку. Ну, да, так и есть. Гондурас просто отступается. И мы получаем себе очередную американскую территорию. Ну, Бразилии тут пока не получится. Кстати говоря, Престиж уже 8000 было. 5, по-моему, на начало. Что-то изменилось, видимо, тихие. Ну, теперь точно на первом месте стоим. И пора целиться в новое золото. Это у нас британское. Ого! Что это за фронт в воде? В общем-то, Новый Южный Уэльс. Там куча золота. И прям куча. Я реально имею в виду куча. То есть, да, видите, здесь очень яркий цвет зеленый. Потому что здесь 12 рудников, здесь 6 рудников. Здесь еще рудники. Ну-ка. Здесь еще рудники. То есть, короче говоря, золота здесь просто, ну, безумно много. Нам все это надо добывать. Поэтому давайте-ка себе эту марионетку захапаем. А я понял, что это за фронт, ребята. Видите, вот здесь вот фронт есть, а тут здесь нету. Вот он. Бля, парадоксы. Это просто, ну... Почему они это выпустили в релиз? Почему это не в бете? Ой, Британия объявляет наш соперник. Ну, окей. Франция, кстати говоря, эмбаргана у нас наложила. Ну, Франция, по-моему, у тебя сейчас ебало оторвется от таких шуток. У нас, конечно, чуть-чуть неприятно стало, да? Но мы потерпим. А вот у них сейчас, мне кажется, должно неплохо так порваться. Но, может, я ошибаюсь. Пока что вообще только растет. Забавно. Ну, нам просто мы меняем наши рынки и плюс сами еще дополнительно произведем. Ну, у меня уже есть в списках там что-то вся чушь, потом идет сталь, потом идет пищевые и текстильные мебели. Так что это все мы покроем. Ну, армии движутся, дождемся войны. И Россия поддержала Британию. В этом конфликте забавно. Они все еще, кстати говоря, в страхе. Они все еще могут просто взять и сдаться. Британцы. Сейчас посмотрим. Ну, и Россия туда же. Россия тоже объявила нам эмбарго. Ну, ладно. Мы это все можем потерпеть. Более того, я бы, наверное, сам выбил эмбарго Британии. И теперь мы более-менее автономны. Ну, по крайней мере, наших главных противников. В Франции тоже можно соперничество. А, здесь соперничество. Россия можно не улучшать отношения. Австрия, Пруссия. Это все окей. Это все пускай улучшается. Ну, и можно с КША тоже улучшать. Ну, у нас как-то вот так вот выглядят фронты. Здесь я все-таки решил отдать им этот остров. И туда перейти кидывать много войск. Жалко. Здесь у меня войска на позициях. Только вот сюда бы еще побольше войск, возможно. Давайте даже... В это время с парламентской республикой все принялось. Военно началась. Но это окей. А здесь мы сейчас подкрасим. Здесь все подкрасим. И потом эти войска будем уже вот сюда перебрасывать. Полноценно. Потому что Африку они вообще не укрепляли. Отсюда они сейчас войска убрали. Отсюда... А, они вот отсюда их перебросили сюда. В итоге и там их нету, и там их нету. Молодцы. Фронт, кстати говоря, пропал вот этот вот... Я не знаю... Да, это мигрирующий... Мигрирующий фронт. Мы наблюдаем за популяцией мигрирующего фронта. Скорее, здесь мы проиграем уже. Ну ладно. Но как же это абсурдно выглядит все. А сюда зато Россия прислала кучу войск. Ну... Ну ладно. Мы тогда уйдем оттуда. Мы не гордые. Самое главное, что мы сейчас здесь все закрасим. После этого здесь уже не нужны будут войска. И мы сможем все поперебрасывать в нормальные места. Типа вот здесь вот у нас, видите, 43 туда русский салат идет. Но не успеет. Все, да, не успеет. А мы сейчас просто вот этой кучкой все позахватываем здесь. Найс. Прекрасная система. Вот сюда британцы успели перебросить войска. Но здесь, как обычно, случился мем. Они атаковали первыми. Сейчас потеряли кучу морали. Солдаты, я подозреваю, мы сейчас контратакуем их. Да, когда они не зарегенены. Таким образом победит. Отлично. Давайте, кстати говоря, правительство посмотрим, что у нас тут. У нас все-таки парламент теперь. Мы теперь в теории можем задержать огромное правительство с огромными бафами. Ну нам окей, нам окей вот так быть. Ладно. Нам ничего менять не надо, в принципе, тогда. Правосоюзы ликуют. Что это такое? Видеи социализма. Так, у нас еще какие-то звуки сзади. Периодически проигрывают за непонятные. Субсидирование зарплат, либо... Защита профсоюзов. У нас уже есть защита профсоюзов, верно? А нет, подождите. Давайте, короче говоря, возьмем субсидирование зарплат. Почему бы нет? Почему бы нет? Посмотрим, что от этого изменится. Ну, давайте. Я не очень... Я не очень боюсь чего-то уже в этот момент. Игры, думаю, нам, в принципе, без разницы. Мы очень сильные. Экономически мы можем вытерпеть любую чушь. Так что можно потестить. Наш, кстати говоря, фронт в океане достаточно успешен. Мы потихоньку захватываем океаническую Новую Зеландию. Вот в Австралии у нас, кстати говоря, временные проблемы. Потому что их стало больше. Просто-напросто нужно туда будет перебросить еще войска. Но это вот все до момента, когда мы Африку довокупируем. Здесь осталось не так много. О, смотрите. Разделился океанский фронт. Один остался в Новой Зеландии, другой обратно вернулся в море. Полноценно только уже. Как же это прекрасно. Я так предлагаю. Это изобразовало, что здесь вот фронт какой-то. И как-то он очень плохо отображается из-за этого пролива. И я все крашу, крашу. Окипетляться все никак не происходит. Потому что мы, типа, все еще не достигаем нашей цели войны. О, наконец-таки достигли, кстати говоря. Это заняло очень долго. Потому что, чтобы, типа, достичь этой цели войны, или, не знаю, частично достичь. Надо прям оккупировать по жести эту территорию и все. Чтобы тогда засчиталось. Ну, мы смогли это сделать. Так что скоро замеримся. И получим себе кучу золота, хоть и марионеткой. А, они, кстати говоря, уже согласны на мир. Я не проверял, но вот они уже согласны. Плюс 7, плюс 11. Сюда новый Южный Уэльс, скобочках Австралия и Новой Зеландии, так понимаю. А, подожди. А вот этот остров, типа, отдельно британский. Прям британский, британский. Это странно, ну, допустим. Вот у нас уже 4000 золота. Очень солидно, я считаю. Я бы, в целом, на этом кампании даже, может быть, и совершил бы. Потому что, ну, дальше особо нам делать нечего. Нам здесь только замеренитить Мексику и Бразилию. Но это просто очень долгие войны с европейцами. Мы уже достигли момента, когда против нас бороться нельзя. Мы достигли, в принципе, пика нашего развития. Первое место ПВП по надушу населения. По уровню жизни нет, конечно. Но все-таки слишком много населения. Из-за этого, видите, куча крестьян, куча безработных. У нас огромнейший прирост населения. Так что мы... Ну, можно построить еще строительные сектора. И вот гнаться с тем, чтобы всех их на работу закидывать. Тогда у них будет больше уровней жизни. Все такое. Ну, я думаю, так пойдет. Получилась достаточно неплохая кампания. Получили золото в всей Южной Африке. В океане забрали золото. Ну-ка, давайте откроем карту золота. Здесь забрали золото. Здесь, здесь. Ну, чуть-чуть не хватило терпения всего до Северной Африки. Северной Америки. Вот. Игра уже и подлагивает чуть-чуть начинает. Медленно идет из-за этого. Но и в целом уже не так интересно. Хотелось бы уже начать какое-то новое прохождение. Можете, кстати говоря, в комментариях скидывать свои опции. Я, может быть, какую-то из них вполне себе возьму себе на вооружение. Ну, а с вами был Добгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует.